КОНЕЦ 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 Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано «Люди из сии ждут меня устами, сердце же их далеко отстает от меня, но тщетно ждут меня, уча учением заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божью, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое всему подобное». Услышанное нами только что Евангельское чтение повествует об очередном проявлении по отношению к Господу нашему Иисусу Христу злобы и ненависти со стороны духовных вождей иудейского народа – книжников и фарисеев. Несмотря на то, что, как говорится в сегодняшнем Евангельском чтении, Господь исцелил многих больных людей, книжники и фарисеи все же пытались найти в словах и делах Спасителя нечто, что можно было бы использовать как обвинение против Него. Однако, не найдя во Христе ничего предусудительного, внимание руководителей Богоизбранного народа переключилось на учеников Христа, святых апостолов. И повод был найден. Причем этот повод для осуждения последователей Христа, а в их лице и самого Христа Спасителя, был крайне жалоб. Дыша злобой против Господа, фарисеи и книжники спросили Его, «Зачем ученики Твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» В иудейском обществе действовал так называемый закон ритуальной чистоты. Нельзя было приступить ни к трапезе, ни к молитве, предварительно не омыв свое тело. У фарисеев было множество омовений, и соблюдение их доходило до крайней мелочности. Продвищались, например, разные сорта воды, имевшие разную очистительную силу, числом до шести, причем было точно определено, какая вода годится для тех или иных омовений. Особенно же обстоятельны были определения об омовении рук. Мелочность в исполнении обряда омовения доходила до того, что некий законоучитель, не имея у себя достаточного количества воды, даже умер от голода, не решившись вкушать пищу неумытыми руками. Именно поэтому практику омовения Господь Иисус Христос минует не законом, но преданием старцев, так как книжники и фарисеи усугубили и усложнили то, что было предписано иудеям со времен Моисея, но чего Бог от них никогда не требовал. Обличая подобные нововведения, Господь, обращаясь к книжникам и фарисеям, говорит, «Хорошо пророчествовал о вас в лицемерах Исаия», как написано, «Люди сие чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь в предании человеческом». Блаженный Феофилак Болгарский отмечает, «Фарисеи обвиняли учеников Христа за то, что они приступили к преданию старцев, а Господь направляет против них самих же гораздо сильнейшее обвинение, что они приступают к закону Моисея». Да, Божий закон вечен, но к нему не имеет никакого отношения то, что введено людьми и то, что этими же людьми поставлено выше самого закона. Соблюдение бытовых ритуалов и внешних обрядов не имеет ничего общего с верой в Бога и спасением души. Без раскаяния, без изменения собственной жизни нет смысла ни в каких внешних омовениях. Вода омывает тело, но не душу. А Господь пришел очистить прежде всего душу человека, потому что именно в ней таится грех. Читая сегодняшнее Евангелие, мы должны помнить, что Господь ждет от нас не внешней чистоты, но чистоты внутренней. Душа, запятнанная, оскверненная грехами, не может увидеть или познать Бога. Только очистившись от сквер, мы становимся способными к познанию своего Творца. Лишь чистое сердце прозревает и видит Бога, познает Его, наполняется Его любовью. Преподобный Силуан Афонский учил, чтобы познать Господа, не надо иметь ни богатства, ни учености, но надо быть послушливым и воздержанным, иметь смиренный дух и любить ближнего. И Господь возлюбит такую душу, и Сам явит Себя душе и будет учить Ее любви и смирению, и все полезное даст Ей, чтобы обрела Она покой в Боге. Следовательно, если мы хотим быть с Богом, если единство с Богом это главная цель нашей жизни, мы должны сделать все возможное, чтобы очистить себя и прежде всего свою душу, и тем самым соделать Ее жилищем для Бога. И тогда Царство Божие, обещанное всем праведным душам, начнется для нас уже здесь, в этой земной и временной жизни. Субтитры создавал DimaTorzok